Мотивация по научному Обязательно к прослушиванию новичкам и тем, кто находится в постоянных поисках мотивации, чтобы ходить на тренировки. Хотите узнать, почему те, кто ищет мотивацию к тренировкам, либо к чему-то другому, все делают неправильно, если тренируются самостоятельно? Хотите узнать, что из себя представляет ваш тренер? Почему так важно грамотно начать тренироваться? Почему те, кто начал тренироваться правильно, в сосвоении техники, не нуждаются в мотивации вовсе? Что такое мотивация по своей сути? Как поселить ее в своем сознании и теле, чтобы она стала потребностью? Если хотите узнать все это и многое другое, слушайте дальше. Я давно собирался написать статью на данную тему, но все руки не доходили. Однако то количество выпускаемых роликов, якобы мотивационных, и то количество вопросов, приходящих мне лично и выставленных в соцсетях, просто заставляет меня раскрыть данный вопрос. Ибо большинство даже не понимает самой сути явления. Для начала давайте дадим определение мотивации. И чтобы не заморачиваться, воспользуемся Википедией. Что же такое мотивация? Это побуждение к действию. Динамический процесс, психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость. Способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. Для большинства сейчас это прозвучало просто как набор слов. Но поверьте мне, через пару минут вам станет все предельно ясно. Что такое мотив по определению той же Википедии? Это материальный или идеальный предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности. Мотив представлен субъекту в виде специфических переживаний, характеризующихся либо положительными эмоциями от ожидания достижения данного предмета, либо отрицательными, связанными с неполнотой настоящего положения. Для осознания мотива требуется внутренняя работа. Впервые термин «мотивация» употребил в своей статье Шопенгауэр. Сегодня этот термин понимается разными учеными по-своему. Например, мотивация по Вилюнансу – это совокупность систем процессов, отвечающих за побуждение и деятельность. Платонов считает, что мотивация как явление психическое есть совокупность мотивов. Мотив – одно из ключевых понятий психологической теории деятельности, разрабатывавшейся ведущими советскими психологами Леонтьевым Рубинштейном. Наиболее простое определение мотива в рамках этой теории – это Мотив, а предмеченная потребность. Мотив часто путают с потребностью и целью. Однако потребность – это по сути неосознанное желание устранить дискомфорт, а цель – результат сознательного целеполагания. Например, жажда – это потребность, желание утолить жажду – это мотив, а бутылка с водой, которой человек тянется – это цель. Ведущую роль в формировании биологических мотиваций играет гипоталамическая область мозга. Здесь осуществляются процессы трансформации биологической, метаболической потребности в мотивационное возбуждение. Гипоталамические структуры мозга на основе их влияния на другие отделы мозга определяют формирование обусловленного мотивации поведения. Все это необходимо вам знать, для того, чтобы вы четко понимали, что, как и почему происходит. Только тогда вы сможете стать мотивацией для других и самого себя. Перестанете искать эту чудо-субстанцию и просто перестанете думать о ней. Ибо это желание тренироваться станет вашей потребностью, от которой вам больше никогда полностью не избавиться. Хотите узнать, как это сделать и не боитесь? Тогда двигаемся дальше. Сейчас я расскажу вам, как сформировать в себе потребность, которая навсегда избавит вас от поиска мотивации. Ибо вы будете так настроены на тренировки, что вам придется сбавлять обороты, когда вы заболеете или устанете, а не искать причины пойти или не пойти заниматься. Как вы думаете, сколько штангисты отрабатывают свои движения? Толчок, рывок, с деревянной палкой, затем с пустым грифом, чтобы довести их до автоматизма, чтобы действие превратилось в навык. Я специально не буду говорить сколько, кому интересно сам найдет эту информацию. Лучше всего пообщаться с кем-нибудь из представителей данного вида спорта. Скажу лишь одно, что продолжают они это делать на протяжении всей своей карьеры. Это жизненно важно для них, ибо когда он подойдет к снаряду на соревнованиях или даже на тренировке, он должен думать только о том, чтобы поднять его вверх. Если он будет отвлекаться на внутреннее контролирование каждого технического действия на протяжении разных фаз упражнений, что с ним будет? А вот теперь еще один очень важный вопрос. Для чего все-таки, кроме сохранения здоровья, штангисты отрабатывают месяц за месяцем, год за годом свои движения? Все очень просто. Только при идеальной технике спортсмен способен поднимать огромные веса, а не из-за того, что он такой сильный. Конечно, никто не опровергает силу тяжелоатлетов. Но один и тот же человек при идеальном техническом исполнении поднимет гораздо больше вес, чем при корявом. Вот и потеют молодые парни, среднячки и даже опытные атлеты, до мельчайших нюансов отрабатывая технические действия на протяжении всей своей карьеры, с пустым грифом, деревянными палками. Так поступают все представители силовых видов спорта. И других, кстати, тоже. Но нас интересует сейчас не правильность техники, а мотивация. Здесь как раз тот случай, когда оба эти понятия переплетаются. Чем дольше вы отрабатываете правильность движения, тем оно качественное. Но тем и больше ваша мотивация. Чуть ниже вы поймете окончательно, почему и как это происходит. Что же мы видим в тренажерных залах? А сейчас еще и в кроссфит-центрах. Просто страшно. Людей чуть ли не с первых дней нагружают на приседаниях, становых тягах, жимах, лежа и стоя. А потом мы, получив травму, виним упражнения, а не тупого инструктора и самого себя, что не прислушались к своей интуиции и было неудобно послать этого дебила подальше. Запомните, идеальная техника – это залог вашего здоровья и тяжелой продуктивной работы с тяжелыми весами. Это уверенный прогресс в заданных вами задачах и целях. Другого пути нет. Все другие пути приведут к травмам и разочарованиям. Перед тем, как переходить к работе с отягощением, а для некоторых даже с пустым грифом в 20 кг, необходимо осваивать технику движения с палкой от швабры или бодибаром. На этом может уйти неделя, месяц или больше, но это того стоит. Ибо если вы думаете, что останете от графика или друга, который начал тренироваться одновременно с вами, вы ошибаетесь. Научившись правильной техники и доведя ее до автоматизма, или по-научному превратив ее сначала в умение, а затем и в навык, вы выйдете на недосягаемый уровень для тех, кто начал свой путь в тренинге, сразу же работая с весами. И что еще очень важно, после того, как вы нарабатываете умение, превращаете его в навык, вы больше никогда не будете задаваться вопросом мотивации, ибо все это превратится в привычку. Кому непонятно, советую полазить по инету и почитать об этом. Но большинство читающих мои статьи грамотные и мыслящие люди. И я уверен, что без лишних объяснений понимают, что к чему, почему большинство бросают свои тренировки, пытаются искать какую-то мотивацию, вместо того, чтобы наработать ее внутри себя. Давайте еще немного ознакомимся, как и что и откуда вытекает. В целях развития способности управлять своими движениями, познания закономерностей движения своего тела, мы с вами должны обучаться технике выполнения любого упражнения, после чего возникает умение. Его выполнять после, по мере дальнейшего совершения умения, переходит в навык и умение высшего порядка. Умение характеризуется осознанным управлением движения. Вы сознательно контролируете каждую из фаз движения, подстраивая ее под свои возможности и способности. Анализируете само движение и работу своего тела в нем. Умение – это способы успешного выполнения действия, соответствующие целям и условиям деятельности. Они всегда опираются на знания. Главное в управлении умениями заключается в обеспечении безошибочности каждого действия, возможность приспособления системы навыков к изменяющимся условиям деятельности, с сохранением позитивных результатов работы. Вы понимаете, что даже после того, как превратите свое умение приседать с пустым грифом в навык и начнете работать с более тяжелой штангой, набавляя вес за счет блинов, вам придется постоянно совершенствовать свою технику и формировать все новые умения и навыки. Умения, в отличие от навыков, всегда опираются на активную интеллектуальную деятельность. Продолжая тренировки, направленные на освоение техники, мы постепенно формируем двигательный навык при сохранении относительно постоянных условий обучения, но при росте количества повторений, либо весов. Двигательный навык – оптимальное владение техникой движения именно для вас, полностью автоматизированное и контролируемое только на уровне подсознания. Навык составляют полностью автоматизированные компоненты действий, сформированные в процессе упражнений. Его роль заключается в освобождении сознания от контроля над выполнением приемов действия и переключение его на цели и условия действий. Физиологической основой навыка является образование в коре больших полушарий устойчивой системы временных нервных связей и их функционирование. Динамический стереотип. Обратите внимание на словосочетание «система временных нервных связей». Да, вы все правильно поняли. Если не практиковать постоянно какое-либо движение с целью поддержания и сохранения, даже улучшения этих нервных связей, система связей распадается, и вы потеряете и навык, и умение. Это к вопросу, почему тяжелоатлеты на протяжении всей своей карьеры неустанно отрабатывают свою технику. Двигательные навыки – это освоенные и упроченные действия, которые могут осуществляться без участия сознания и обеспечивают оптимальное решение двигательной задачи. При формировании двигательного навыка в ЦНС последовательно сменяются три фазы нервных процессов. Первое. Объединение отдельных элементов движения в целостное действие и радиация нервных процессов с генерализацией ответных реакций и вовлечением в работу многих мышц. При первых попытках выполнить новое двигательное действие в коре головного мозга возбуждаются одновременно нервные центры, обеспечивающие выполнение данного движения, и соседние, не участвующие в работе. Движение закрепощено. Второе. Концентрация возбуждения, улучшение координации, устранение излишних движений. После неоднократных повторений нервные процессы в коре головного мозга постепенно локализуются. В тех центрах, которые непосредственно обеспечивают выполняемое движение, формируется двигательный навык. И третье. Стабилизация. Высокая степень координации и автоматизации движения. Умение высшего порядка – это выполнение двигательных действий автоматически, без непосредственного контроля сознания. Включение только тех групп мышц, которые обеспечивают двигательное действие. Как вы считаете, понимая теперь весь процесс формирования правильной техники, движения, возможно ли сформировать все вышеперечисленное за неделю или даже за месяц? Конечно же нет. Теперь мы уже приоткрыли глаза на то, почему у большинства нет желания тренироваться. И они ищут для себя любой мотивирующий внешний фактор, чтобы продолжать ходить в зал. Но они даже не догадываются, что его нужно сформировать внутри себя, вырастить, если хотите, как с физической, так и с психологической стороны. Другого пути нет. И те, кто не ищет эти факторы, просто-напросто занимался и занимается ерундой на начальном этапе своих тренировок и сейчас. Именно поэтому на начальном этапе так необходимо осваивать минимальное количество базовых движений, многосуставных движений, которые служат фундаментом, как вы теперь понимаете, не только правильной техники, построения массы и силы, но и такой необходимой для многих мистической мотивации. Если ваш тренер не смог вам этого объяснить, правильно, это не тренер, а шарлатан. Все это я осознал, когда еще был студентом ТГУ на факультете физической культуры и спорта. Потом отработал на себе и сейчас делюсь с вами. А стаж моих тренировок больше 20 лет. И я сейчас испытываю огромную потребность в каждой новой тренировке. Мне не нужна мотивация. Я сам мотивация. Для многих и для себя. Немного отвлеклись. Вернемся к нашей основной теме и продолжим изучение данного явления, перейдя к такому состоянию вашей тренированности, как привычка. Привычка – это компонент действия. В ее основе лежит потребность, как говорилось выше. Она формируется после того, как вы превратили свое умение и навык, это к вопросу о мотивации. Но зачем нам думать о мотивации, когда у нас есть потребность? Вам нужна мотивация, чтобы есть, пить, спать, заниматься любовью? Уверен, что не нужна. Точно так же превратите свои тренировки в потребность через формирование привычки. И вы больше никогда в жизни не будете думать о мотивации. Больше того, все, кто постоянно находятся в поисках этой мифической субстанции, просто-напросто занимаются ерундой. Вместо того, чтобы тренироваться грамотно, начиная с освоения техники, которая приведет к умению и далее по списку, приведет к потребности. Давайте еще раз вспомним определение, что же такое мотивация. Мотивация это побуждение к действию, динамический процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость, способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. Уверен, что вы сейчас по-новому осознали то, что услышали. И каждое словосочетание в определении для вас, как для спортсмена, приобрело четкое и явное понимание и значение. Мотивация это побуждение к действию, динамический процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека. Уже становится понятно, что только мы сами через постоянное движение можем стимулировать этот процесс, который, как мы читаем дальше в определении, управляется поведением человека и определяет его направленность. И когда мы доводим наши умения через навыки к потребностям, мы, по сути, становимся зомбированными машинами для тренировок. Это в нас и не нравится окружающим. Но это то, ради чего мы с вами собственно и живем. Я так точно. Надеюсь, что данная информация, да что там я уверен, очень полезна для вас. Поделитесь ею со своими друзьями. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих, грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok